Кинофестиваль «Тёмные ночи» продлится еще до конца недели, так что у вас есть замечательная возможность познакомиться с яркими образцами мирового кинематографа. Так, например, на этой неделе в Таллине состоялась мировая премьера фильма совместного производства Армении, Нидерландов и Германии под названием «Местное время» 28.94. Увидеть этот фильм на своих экранах в кинотеатрах вы можете еще завтра в Таллине и в субботу в Нарве. Остались еще билеты, так что есть прекрасная возможность их купить. А прямо сейчас мы приветствуем в нашей утренней студии режиссера и продюсера этого фильма Давида Сафаряна и исполнительницу главной роли, а также соавтора сценария Яну Друсим. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Если не считать фильм «Жаркая страна. Холодная зима», вышедший в 2004 году, то вы, Давид, и вы, Яна, 20 лет находились вне процесса кинопроизводства или все-таки 20 лет делась работа над этим фильмом? Прекрасный вопрос. Я постараюсь коротким быть, я возьму на себя эту ответственность, на этот вопрос ответить, потому что это вопрос, на который можно начать ответить и закончить только им. Но постараюсь, как сказал бы, с коротким. Значит, фильма «Жаркая страна. Холодная зима» такого фильма нет в природе. Я сейчас объясню, почему. Значит, это рабочее название фильма «28-94. Местное время». И как-то это прокралось в интернет, это ошибка, потому что все были уверены, что, ну, хоть к 2004-му он будет готов, все шло к тому. Ну, потом была очередная остановка, и у нас в фильме есть такая героиня Катя, которую, я не знаю, как удержаться от комплиментов, что мне сделали актеры, какие подарки удивительные. То есть, от того, что фильм вот так дышит, я должен низко поклониться своим главным актерам Яне Друзь и Ашоту Адамяну. Ашота Адамяна российский, армянский, и вообще зритель на территории бывшего Советского Союза знает по фильму классика армянского кино Генриха Маляна «Пощечина». А мировой зритель знает по фильму Адамяна «Календарь». Вот он очень долго не снимался, но он сохранил свою профессиональность. Значит, во-первых, как я сказал, нет такого фильма, это рабочее название. И это рабочее название, оно как-то дышит, существует в нашем фильме, как я сказал, героиня Катя в разговоре с художником, еще одним героем фильма, как бы, как говорят, не основным, но поддерживающим. Им тоже большой поклон, они очень многое сделали. Говорит, а я думала, в жаркой стране не бывает снега. А он отвечает, в жаркой стране бывает снег, и зимы холодные бывают. И я всегда в уме себе говорю, да, а у фильма бывает рабочее название. Вот так на этот вопрос. А насчет того, 20 лет мы никуда не уходили, мы всегда были в процессе. Яна снималась, Яна делала фильмы, как режиссер, для телевидения. Я думаю, для Яны тоже, для нас, вот, нет разделения телевидения и кино по-своему. Они особые, но для работы. А кроме того, мы взрослили плеяду новых, новых режиссеров, которые сейчас удачно работают в кино. И они известны как группа НУР. Они получают призы за их фильмы. А это были мальчики и девочки, которые пришли к нам. Сейчас мы еще и имеем такой улов. Таких детей, да. То есть, 20 лет вы занимались преподавательской деятельностью? Кроме прочего. Да. Дело в том, что это в Германии. К сожалению, это ни в России, ни в Армении. У нас и в Армении будут студенты, и в России бывают мастер-классы и прочее. Но это другая тема. Но мы просто как благодарны своим коллегам, так и благодарны своим студентам немецким, которые из разных стран и представляют на самом деле. Вот эта группа НУР – это весь мир. В общем, так. Мы, по-моему, даже расширили вопрос. И на многие вопросы. Ответ на вопрос. Я хотела спросить о том, как развивается армянский кинематограф. Появляются ли новые имена, новые значительные киноленты? Вы знаете, мне так бы хотелось сказать. Ой, времени на передачу не хватит, если я начну перечислять. Мне нечего перечислять, простите. К сожалению. К сожалению, как и Таллинн фильма, не существует. Не существует Армен фильма. И мы каждый по-своему очень редко стараемся делать. И то, что я делал не 20, а даже 22 года, и фильм только в производстве был 13 лет, это не цифры, которыми надо гордиться. Спасибо. То, что вы в Германию переехали, и там мы занимали своей деятельностью. Я перебиваю вас, мы не переезжали в Германию. Мы там работаем, уходим. То есть, ваша работа в Германии связана именно с тем, что в Армении, в общем, нету как такового кинематографа, да? Не совсем с этим, нет. Нас просто пригласили после показов фильмов, после моего приза в Аберхаузене, после еще многих. И мы не отказали. Я не скажу, что нам легко там работается и работалось. Яна больше вкладывает туда. Я больше занят тем, что уже занят тем, какой у нас будет следующий фильм. Завтра можно увидеть ваш фильм «Местное время» 28.94, но по названию, наверное, сложно представить, что это за кино. Это трагедия, это драма, это комедия. Давайте попробуем немножечко рассказать нашим зрителям, и вдруг у них появится желание посетить этот кино. Значит, все вместе, с одной стороны, можно сказать, ну, во-первых, раз вы сказали, что это завтра, давайте полностью уточним, а то есть такое бывает. Ой, какие они прекрасные были люди, они пригласили, адрес дали? Нет. Значит, адрес такой, «Кока-кола-плаза» 18 часов. Номер зала, я не помню, или 9, или 10, но это внутри кинотеатра уже, я думаю, никто не потеряется. 28.94. Мне здесь уже в Таллине у меня спросили, это фантастика? Потому что больше, чем 24. Нет, это не комедийное название, не фантастическое. А я решил, что в жаркой стране не бывает снега. Вот сейчас как раз... Я замолчу на минутку. Идет текст для зрителя? Да, конечно. Как раз та цитата, которую... Да, вот видите, как совпало. В этом фильме много было таких совпадений. И в паузах, и... Значит, это безвремение. Это даже не... Вот знаете, что я как-то говорил нам, русскоязычным, не надо объяснять, что такое безвремение. Но когда мне для субтитров надо было найти слово, оказалось, что практически во всех языках безвремени переводится трудное время. Но я за тот нюанс, который существует в моем втором родном языке русском. И я имею в виду это. Да, это трудные времена. Это абсурдное название. Время было абсурдное. У меня в фильме есть такой ключевой кадр, когда стоит очередь, очередная. Тебе кажется, это очередь за керосином в городе. Вот снег, камера отъезжает. Оказывается, что это люди стоят в горах. Низачем. Это такое переходит в метафору. Но вот, когда мне была дана возможность проверить первую копию, я сидел в пустом зале в Ереване, перед сеансами, и смотрел один. Открылась, приоткрылась дверь, потом она открылась, зашли уборщицы, кинотеатр, и они начали смотреть. И прямо на этом кадре все началось. Раскрылось, они увидели эту очередь в горах, и одна другой сказала, «Ты помнишь?» Другая говорит, «Да». Что они помнили? Очереди в горах никогда не было. Это абсурд. Но разве не были абсурдны наши очереди? За керосином мы стояли, стояли и стояли, а его все не было и не было. Это не была очередь за ничем. Вот эта метафора, родившаяся от действительности, стала реальной самой действительностью. Вот за это им, моим первым зрителям, двоим, а потом уже первым зрителям здесь, в Таллине, которое проверилось, как зал дышит с нами вместе. Мы очень волновались. Вот как вы сейчас сказали, были места. А показ был практически в полном зале и вместе с фильмом. Люди включались в его дыхание. И когда он закончился, честно говоря, мы переглянулись, и нам показалось, что он не понравился. Пошла пауза. Ни хлопков, ничего. Я уже не знал, что подумать. И потом вдруг... Аплодисменты. То есть после него люди его еще и... Осмыслили. Осмыслили, проглотили. Спасибо огромное. Спасибо вам всем за это. Спасибо большое. Мы в свою очередь благодарим вас, Яну Друсь, исполнительницу главной роли, соавтора сценария фильма «Местное время 28.94». Режиссер и продюсер этого фильма Давид Сафариан также был на студии. Спасибо вам огромное. А сейчас музыка продолжит эфир «Кофе плюс». Спасибо вам.